Как превращать самые обычные идеи в гениальные? Приемов существует множество, и мы хотим познакомить вас с ними. Глава 1. Какая бывает память? В современном мире очень важно уметь генерировать идеи. Сейчас побеждает человек, обладающий самым гибким складом ума. За все это отвечает наш мозг. Именно он включается в работу, когда нужно придумать что-то новое или модернизировать старое. Память человека принято делить на кратковременную и долговременную. С помощью первой мы можем решать задачи, не ориентируясь на опыт, а путем логики и анализа. С помощью второй накапливаем знания и применяем их в жизни. Если в 20 веке безоговорочно преобладала память долговременная, то теперь на передний план вышла кратковременная память, потому что у человека больше нет необходимости запоминать тонны информации. Жизнь во многом упростили компьютеры и прочие гаджеты. Сейчас наш мозг требует постоянного расслабления. Ему не хочется читать длинные романы, смотреть старые фильмы, в которых не было спецэффектов и действие развивалось весьма затянуто. Дети, рожденные в 2000-х годах, уже не представляют свою жизнь без компьютерных игр, планшетов и 3D-эффекта. Большинство из них, к сожалению, не любят читать. Конечно, многое зависит от учителя литературы, но факт остается фактом. Чем больше пройдет времени, тем меньшее число людей будет пользоваться долговременной памятью. Но это будет потом. А пока давайте подумаем, насколько хорошо мы себя знаем. Глава 2. Учимся делать первые шаги на пути к вдохновению. В какие моменты вам в голову приходят невероятные мысли? Когда вы убираете квартиру, принимаете душ, готовите борщ или гуляете с собакой, очень важно понимать, как быстро и эффективно привлекать вдохновение, особенно если оно часто требуется вам на работе. Чем скорее хореограф или дизайнер получит свою порцию гениальных идей, тем больше шансов создать великое произведение. Даже если речь идет о рекламном макете, талантливо выполненный, он также может считаться в какой-то степени произведением искусства. Есть еще один способ не позволить себе, например, съесть конфету до тех пор, пока вас не посетит муза. Зная, что вас ожидает награда, вы будете работать успешнее и с гораздо большим желанием. Этому же способствует постановка целей и определение задач. Когда вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться, мозг начинает активную деятельность. Полюбите то, чем вы занимаетесь. Вдохновение всегда появляется там, где есть место любви. Когда вы рисуете или вышиваете, вы испытываете удовольствие, которое в итоге настраивает на положительный лад. В таком состоянии людей осеняет практически постоянно. Полюбите жизнь, проживайте каждый день так, будто принимаете подарок судьбы. Вам вообще очень повезло жить в такое прекрасное время, когда можно самостоятельно делать выбор, развиваться, учиться и не бояться умереть от первой же болезни. В наш век современных технологий радоваться жизни действительно необходимо, особенно если вспомнить, какие порядки в обществе существовали более ста лет назад. Только представьте, нам не нужно писать диплом от руки, проводя дни и ночи в библиотеке. Мы можем прийти домой, включить интернет и за полчаса найти все необходимые сведения, а потом просто набрать их в текстовом редакторе и распечатать. И все это, как говорится, не отходя от кассы, то есть от ноутбука. Парадоксальная ситуация. Чем больше шанс у человека владеть информацией и получать ее в неограниченном доступе, тем меньше он ценит эту информацию. Когда же путь к знаниям пролегает через трудности, знания становятся важнее. Буквально на вес золота. Глава 3. А как вдохновляются дети? Самой большой способностью выдавать новые идеи обладают дети. Они без труда модернизируют игры, меняют правила, добавляют новые. Они без труда могут представлять себя и кошкой, и собачкой. В одиночку или все вместе они всегда придумывают, чем заняться. Но когда человек вырастает, эти способности, действительно прекрасные, начинают пропадать. Каждый день наполнен для ребенка удивительными открытиями. Он постигает мир и задает вопросы. Он на практике узнает, как работают вещи и как их можно сочетать. Ребенок видит, что оказывается пуговицу можно пришить к ткани, если использовать нитку и иголку. Хотя сами по себе эти предметы абсолютно не похожи и никак не связаны. Но это и отличает детей от взрослых. Они комбинируют самые разные варианты и получают нечто новое. Взрослым порой бывает сложно выполнить простое задание для детского сада – нарисовать животное, которое не встречается в природе. А пятилетние малыши справляются отлично. Они могут объединить в новом звере черты из шести, даже десяти животных. Продолжая сравнение взрослых и детей, невозможно не упомянуть о сказках. Они развивают фантазию и позволяют видеть несуществующие, но такие реальные миры, где живут принцессы и принцы. Гномы, колдуны, говорящие медведи, зайцы и волки. Причем все сказки выстроены по общему сюжету, когда главный герой отправляется в путешествие и встречает на своем пути недоброжелателей, одолеть которых помогает добрый проводник. Безусловно, в каждой сказке своя сюжетная линия, но борьба зла и добра встречается постоянно. Кроме сказок, дети еще очень любят разгадывать разного рода загадки. Хотя на самом деле, называть загадки именно загадкой немного странно. Ведь если на нее существует ответ, который доступен человеку и ее загадавшему, значит нет никакой тайны. По сути, загадки – это то, что помогает нам находить цепочки последовательности, взаимосвязь смыслов и в конце концов подключать логику. В одних загадках требуется вписать недостающее число, в других нарисовать пропущенный элемент, в третьих – вставить слово. Есть загадки, есть загадки с подвохом, есть и без него. Загадок хватит на любой вкус. Решать их полезно в любом возрасте. Это отличная тренировка для мозга, а также возможность войти во вкус игры. Почувствовать, что не отступитесь, пока не решите задачу до конца. Глава 4. Мы все одной крови. Все люди похожи между собой. У всех растут волосы на голове, у каждого по две руки и ноги. Мы не спорим, что есть исключения, но все же по природе свои люди практически одинаковы. Во всяком случае, мысли-то не точно по одному шаблону. Мы совершаем аналогичные поступки и одинаковые ошибки. Перебирая варианты действий, мы сначала пытаемся удостовериться, что то, что уже приносило успех, сработает и сейчас. Когда собаку приучили реагировать на еду, включая яркий свет, она довольно быстро понимала, что свет является неким сигналом. Поэтому всегда, когда включается свет, животное просило еды. Поведение человека основано на таких же рефлексах. Когда мы добиваемся чего-то, мы запоминаем манеру поведения и пытаемся использовать ее, когда сталкиваемся с похожей ситуацией. Чтобы найти ответ всего лишь нужно, сейчас мы, возможно, откроем для кого-то секрет. Правильно задать вопрос. Чем яснее он сформулирован, тем скорее вы увидите, что в этом вопросе таится и разгадка. Меняйте привычный уклад. Пробуйте самые разные комбинации. К примеру, есть такая игра «Бадминтон». Что будет, если сделать ракетки чуть больше? Получится теннис. А если наоборот меньше, при этом ввести новый инвентарь. Вот уже получается новая игра «Настольный теннис». К сожалению, в школе нас этому не учат. И в институте тоже. Пожалуй, пик активности человек переживает в возрасте до трех лет, когда только начинает постигать окружающие его предметы и явления. А дальше мы привыкаем, что если есть одна поставленная задача, значит и ответ на нее будет тоже один. Но ведь жизнь демонстрирует обратное. Далеко не всегда у проблемы существует одно решение. Выйти достойно из ситуации можно разными путями, но для того, чтобы их найти, нужно время. Самое большое заблуждение, когда человек предпринимает усилия и ждет мгновенного положительного результата. Однако нет никакой гарантии, что он наступит. Нужно не бояться пробовать и ошибаться. Всегда заставляйте свой мозг работать. Ищите самые разные пути. Думайте, к чему ведут ваши действия. Забудьте то, чему вас учили в школе. Очень редко в реальной жизни бывает так, что ответ только один. Его невозможно подсмотреть в конце учебника. До него придется идти собственными усилиями, которые в итоге либо окупятся, либо благодаря вашей лени ни к чему не приведут. Если вы бросили попытки на полпути, вы просто-напросто сдались. А ваш сосед тем временем будет продолжать открытия и получать от них удовольствие. Потому что загадки, задачи и жизненные неурядицы, по сути и есть игры, у каждой из которых свой набор правил свое дано. Глава 5. Страх ошибиться – главный враг прогресса. Многие люди, выросшие на компьютерных играх, уже привыкли к тому, что могут легко начинать раунд заново. Когда игра не задается с самого начала, ее можно перезапустить и сделать вид, что ничего не было. В жизни сделать так не получится. Здесь вы либо проигрываете, либо бьетесь до конца и наслаждаетесь славой и удовлетворением от осознания, какой же вы все-таки молодец. Помните, что ошибки – это стимулы действовать дальше и искать идеальное решение. Так судьба дает вам возможность показать себя и все, что вы можете. Быть умным не просто на словах, но и на деле. Продолжайте мыслить нестандартно. Ищите, чем схожи разные вещи. А также подумайте, какие смыслы их объединяют. Так людям удалось придумать магнитный холодильник, выполненный в форме жвачки. Причем не просто тонкой пластины, а такой, которую уже тщательно переживали. И словно налепили на дверцу холодильника, чтобы закрепить на ней листочек с надписью «Не ешь после шести». Думаете, вам никогда не пришла бы в голову подобная мысль? Но она же лежит на поверхности. Не отчаивайтесь, что все самое интересное уже создано. Подумайте, какие еще предметы, кроме жвачки, можно поместить на вертикальную доску. Будьте уверены, вскоре вы, перебрав самые очевидные варианты – насекомое, винтик, гвоздь – придете к чему-то действительно гениальному. И создадите свой магнит в форме ножа, протыкающего холодильник. Хотя это не самый креативный вариант, но он имеет право на существование. Оставляем вас с этой задачей, чтобы не сбивать полет фантазии. Играйте с размерами и формами, изменяйте функционал. Как вы думаете, почему в некоторых магазинах вы, смотрясь в зеркало, видите себя стройнее? Возможно, кто-то послушал наш совет и позволил себе немного поиграть. Хотя на самом деле такая ситуация встречается редко. Обычно мы думаем, что наоборот – выходим из дома, будучи куда худее. Но этот пример отлично отражает суть того, как применять свою фантазию. Литературоведам здесь понравится терминология – преувеличение и преуменьшение, гипербола или то-то соответственно. Полезно также будет делить целое на части – использовать прием метанемии, когда под одним общим словом скрываются самые разные предметы. Глава 6. Что еще можно сделать, чтобы почувствовать себя гением? Смотрите вокруг и постоянно удивляйтесь. Можете выполнить такое задание, когда будете возвращаться домой с работы. Сделайте на телефоне несколько интересных снимков. Повторяйте этот маршрут неделю, и вы будете поражены, как много хороших кадров удалось сделать. Хотя, казалось бы, увидеть нечто новое и стоящее вашего внимания во дворе, по которому ходишь каждый день на протяжении нескольких лет, уже невозможно. Но стоит поменять угол зрения, и перед вами как будто открывается параллельная вселенная. Попробуйте. Это занятие хорошо еще и тем, что его можно выполнять с другом или с детьми. Пусть каждый делает свои фотографии, а потом посмотрите, каким видит мир ваш товарищ. Кстати, существует мнение, что прогресс у человека обязан войнам и катастрофам. Когда в мире происходят катаклизмы, приходится в срочном порядке искать пути выхода из кризиса. На войне нужно перехитрить противника и сделать так, чтобы ваше окружение оказалось лучше. Именно в такие моменты ученых и конструкторов осеняет, и они предлагают идеи, о которых ранее никто не задумывался. Обратите пристальное внимание также на то, какие вам снятся сны. Когда вы спите, вы можете видеть удивительные картины, хотя они кажутся вам в это время самыми, что ни на есть правдоподобными. Приучите себя записывать то, что вам приснилось, будь то внезапное гениальное решение или предмет, который в жизни используется иначе. Хотя делать это сложно, потому что просыпаясь человек практически сразу забывает мелкие подробности и суть происходящего. Однако только представьте, как через несколько лет будет интересно почитать о том, что вам снилось. По мере поиска вдохновения можете проделать следующее. Послушать музыку, разложить целое по частям, представить себя великим первооткрывателем, вспомнить, какие действия приносили результат, поговорить на отвлеченную тему, перевернуть предмет, попросить совета и так далее. Запишите эти наставления на листочке бумаги и во время депрессии вытягивайте первую попавшуюся. Этот метод в условиях, когда находишься в тупике, действительно отлично срабатывает. Доверьте выбор шапки или коробки, словом, тому предмету, из которого вы будете вытягивать записи. Глава 7. Нет ничего лучше объединения усилий. Мы уже советовали вам действовать сообща и снова напоминаем об этом. Глядя на ситуацию не одной, а двумя парами глаз, вы увидите в несколько раз больше. Штурмуйте неприступную крепость и делайте это не в одиночку, а вооружившись поддержкой близких друзей. Недаром понятие мозговой штурм пользуется большой популярностью во многих компаниях, когда руководитель призывает сотрудников собраться и общими усилиями придумать решения. У разных людей разный опыт, и они могут абсолютно по-разному смотреть на вещи. Хотя, напомним, думают люди по одному принципу. Прислушивайтесь к мнению тех, кто принадлежит к другим культурам. У народов Востока есть свои традиции и выражения, которых нет ни в одних других странах. В русском языке тоже существуют реалии, характерные только для России. Особенно это касается описания предметов быта. Чужая культура может вдохновлять вас так сильно, что вы почувствуете себя ее частью. Например, японцы считают разбитую вещь гораздо более ценной, чем ее идеальный аналог. Среди представителей этой страны принято думать, что суть вещей раскрывается со временем, а для русского человека такое отношение к жизни, к предметам, кажется несколько странным. Вообще, самые странные вещи и люди порой оказываются и самыми гениальными. Вспомните, сколько великих изобретателей, художников и полководцев обладали какой-нибудь чудаковатой особенностью. Большая половина гениев подвержена депрессиям и всевозможным психическим расстройством. Однако согласитесь, что шизофрения Ван Гога никак не умаляет его талант. Мы не призываем вас бросаться в крайности. Просто отмечаем, что человек, у которого, как нам кажется, не все в порядке с головой, может быть действительно гениален и превосходить своих недоброжелателей по всем параметрам. Глава 8. Как сделать так, чтобы вас поняли? Любая идея, которая кажется вам с ног сшибательной, должна пройти проверку общественным мнением. Именно поэтому так важно уметь правильно и четко донести ее до собеседников. Иногда люди не воспринимают идею всерьез, потому что подвержены влиянием внешней среды. У человека может болеть живот, вчера у него потерялись ключи, через неделю предстоит важное совещание. Словом, причин, которые могут сказываться на внимательном слушании, действительно очень много. Чтобы вас поняли и приняли, вы должны быть специалистом в сфере, в которой работаете. Людям проще доверять тем, кто уже зарекомендовал себя в качестве специалиста. Также вы можете включить в историю эффект неожиданности, рассказать собеседникам о своей идее так, чтобы им хотелось узнать, что же будет дальше. Интригуйте, ведите диалог, приводите примеры, перетягивайте внимание с внешних факторов на себя и всегда надейтесь, что произойдет чудо. Без веры в чудеса они не происходят. А еще не позволяйте себе и другим людям находиться в плену стереотипов. Не всегда мужчина, который проронил слезу, нытик. Не всегда человек в очках умный ботаник. В прошлом веке царских детей и девочек и мальчиков одевали в платье. Парень, который носит розовую рубашку, не обязательно нетрадиционной ориентации. И даже если он ухаживает за своими волосами и руками, это может говорить в первую очередь о том, что человек чистоплотен, а не о том, о чем подумали многие. Смотрите на мир проще. В конце концов, только ваше отношение к происходящему задает настроение всего дня. Можно ненавидеть очередь, а можно, ожидая, читать книгу. Можно не любить ездить в общественном транспорте, а можно отнестись к этому иначе и подумать. Зато мне не нужно стоять в пробке и переживать, если бы я сейчас сидел за рулем. Сейчас везут меня, и я могу расслабиться и не тратить зря нервы. Ищите себя, раскрывайте потенциал своего сознания. Все гениальное просто, и порой оказывается достаточным заметить прекрасное в обыденном. Используйте приемы, о которых мы вам рассказывали, чтобы усилить эффект вдохновения. Практикуйтесь, и вскоре генерирование идей превратится в ваше хобби.